Экскаваторы, погрузчики, краны, автовышки Стоимость каждой такой машины начинается от 5 миллионов Чтобы приобрести технику, предпринимателям оказали господдержку Спрос на аренду спецмашин за последние годы вырос и, по прогнозам, продолжит повышаться Такая тенденция вполне объяснима Далеко не каждому предприятию выгодно обслуживать свой автопарк На прокате специализированной техники реально построить и прибыльный бизнес Это тот самый случай, когда малый бизнес оказывает крупному услуге В парке компании ТАФ более 15 специализированных машин Чаще всего технику сдают в аренду для строительных и ремонтных работ К примеру, автокран на шасси КАМАЗ необходим для подъема грузов на высоту до 40 метров Иногда, например, вот 32-тонный кран, он нужен, может быть, строителям один месяц в году Это становится накладно А мы, занимаясь профессионально сдачей в аренду специализированной строительной техники Или управления механизацией У нас постоянно есть для них работа Наши заказчики, это в первую очередь наши стройки Вот мы строим промышленные здания, это заводы, цеха, фабрики, склады Ну, из крупных это Чуваш ГОСНАП, Букет Чуваши, МУП Теплосеть Чуваш Торгтехника, Эллинокс, Сельский Комфорт И все заводы, фабрики электротехнического кластера 11-й третий садик строим Ну, все школы, садики, все подрядчики, которые строят социально значимые объекты для республики Заказчик хочет исправную технику Потом профессионального оператора Машинисты строительной компании, профессионалы своего дела, инноваторы Олега Кожанова знают и за рубежом, благодаря каналу в Ютубе Где он делится оригинальными идеями с подписчиками В первую очередь делюсь опытом с коллегами Чтобы заметили мои нестандартные идеи Вот я сам сделал кран-гусек, сам сварил без всяких чертежей Еще боковины для снега, видео с этим есть, как они работают Хотелось бы еще, но это, а именно в конструкции эскаватора Но это уже секреты Надо с этим работать, с конструкторами, производителями уже, с заводами Потому что у техники есть недостатки в работе Благодаря такому подходу у компании растет количество постоянных клиентов Свою лентабельную нишу предприниматели нашли в другой сфере Здесь проектируют и возводят объекты для бизнеса Такие значимые объекты, там, барышный цех, букеты Чуваши Цех по производству металлических деталей для производства лифтов Это в Чебоксарах заказчик ООО Тимук На территории технопарка уже работает цех по производству турбокомпрессоров Это цех по ремонту, восстановлению тракторов Уникальность здесь вот перегрузочной системы Вот здесь фура, фургон и склад становятся единым пространством Такие склады возводят за считанные недели И стальных балок, и сэндвич-панелей Пока конструкции изготавливаются на заводе В это время строительная компания там ведет уже земляные работы Устройство фундаментов, монолитные работы, цоколь Подготовка строительной техники И все готово, идет с завода конструкция Ну, такая, ну, как сказать, вот как шкаф собираете дома Вот так приходит И специалисты многолетним опытом профессионально быстро его собирают Когда заказчик профессионален и все в этом понимает И все это делает вовремя И весь комплекс проектирования, строительства и сдачи объектов в эксплуатацию Конечно, получается в те сроки, которые предусмотрены технологической картой Чтобы развивать дело, предпринимателям необходимы кредиты В агентстве поддержки малого и среднего бизнеса строительной компании Выдали займы по сниженной ставке Максимальная сумма для субъектов МСП – 5 миллионов рублей Есть у нас совсем новая техника, которую мы купили в этом году Есть в прошлом году Ну, средний возраст техники у нас около 5 лет Мы стараемся каждый год что-то, ну, что уже немножко постарел Ну, постарел, скажем, его продавать И покупать по 2 единицы техники новые Новые Ну, в этом нам помогает вот агентство по поддержке малого бизнеса Он нам, ну, помогает финансово Низкие процентные ставки, удобство работы и партнерские отношения Мы уже много лет с ними сотрудничаем Постоянно работая, и оператор у нас всегда, ну, он всегда в деле И всегда он в форме, и всегда он опытен Когда он всегда работает, и платить мы ему можем Эффективно работающий бизнес – одна из задач майского указа президента К 2024 году количество субъектов МСП должно вырасти За исполнением национальных проектов на местах налажен тотальный контроль Регионы объезжают члены специально созданной группы В состав которой входят сенаторы и депутаты Госдумы Их задача – получить объективную картину Здесь задача, как бы, понятно, что партийный контроль с одной стороны С другой стороны, я всегда говорю, мы-то как партия регионов Совет Федерации, мы на стороне всегда территории В части того, сколько денег выделяется, где не дофинансируют Вот, с целью, опять же, эти вопросы поднимать Сейчас мы начали в Совете Федерации подготовку к рассмотрению бюджета Вот, готовим постановление Для нас главенствующие, как бы, экономические все-таки направления Потому что, чтобы экономика давала доходы, налоги, бюджеты Уже все остальное распределить несложно Все уверяем, управленческие команды на региональном уровне На муниципальном уровне Государственные программы по актуализации, они, как бы, доводятся Все эти соглашения с федеральными органами власти тоже мы подписали Перед местными властями стоят колоссальные задачи До 2024 года республике предстоит реализовать 11 национальных проектов И более 50 федеральных программ На эти цели планируют направить порядка 200 миллиардов Еще одна приоритетная задача, обозначенная президентом страны Финансовое просвещение граждан Правилам обращения с деньгами и мерам безопасности при бесконтактной оплате Обучают и школьников Наша съемочная группа побывала на одном из таких уроков Финансовым аналитикам известно лучше всех, как эффективно распорядиться деньгами Один из уроков специалисты агентства поддержки малого и среднего бизнеса Провели в коллекционной школе Цивильского района Мы попробуем стать с деньгами на ты Что нам с вами всегда хватало на то, что нам необходимо У нас есть потребности, которые мы должны оплачивать У нас есть желания, на которые мы откладываем определенную сумму денег И для этого мы должны с вами понять несложные механизмы и процессы Как правильно спланировать семейный бюджет и для чего это вообще необходимо У кого не стоит занимать деньги в долг Как уберечь банковскую карту от мошенников Где лучше хранить накопленные сбережения Со школьниками специалисты регионального филиала АПМБ обсуждают довольно непростые темы Чтобы материал закрепился лучше, ребят финансовой грамотности Все обучают играючие Если к нам придут в дом воры Где будут наши деньги в безопасности? В банке или в копилке? Я узнаю, где стоит ваша копилка Заберу и уйду А если у вас будут деньги лежать в банке во вкладе То я их не заберу Их не будет дома Так, вторая ситуация Если мы с вами открыли вклад в банке Наши деньги там увеличатся? Увеличатся Там начисляют процент Еще какой плюс у карты? Верно Если они не знают пароль То они не снимут деньги с карты Такие уроки могли бы быть полезны не только детям За последние годы участились кражи с банковских карт И только элементарные правила финансовой грамотности Могут уберечь о действии мошенников Говорят специалисты Предупрежден, значит вооружен Может быть ту информацию, которую сегодня получили дети Они принесут в свои семьи Где их родители не всегда умеют правильно и грамотно Распоряжаться теми финансами, которые есть в семье На сегодняшний день наблюдается пробел по информации даже среди взрослого населения Эффект от этих уроков есть однозначно Дети начинают понимать Как, откуда получаются те суммы, которые есть в семье Кто их зарабатывает и в каких объемах И оказывается, наши расходы в первую очередь зависят от наших доходов Они слышат термины, которыми потом будут пользоваться во взрослой жизни Урок был очень полезным Мы узнали очень много о банке Много рассказали, как беречь деньги и как нужно защитить, чтобы не тратить деньги Самое главное, нужно сэкономить Уроки финансовой грамотности в ближайшее время появятся в расписании большинства школ Это инициатива правительства республики Учебные материалы уже приобретены Преподавать новый предмет будут квалифицированные педагоги Которые сейчас проходят подготовку в Казанском университете Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин